Алло. Да, здравствуйте. Да, конечно. И глобально проблема бедности и тяжелого финансового положения семей и детьми это не решает. 728-3701, код города 495, звоните, высказывайтесь, тоже можете написать 8906-0092-00 и не забывайте глуптовать на наших страницах в соцсетях. Ну а сейчас, я думаю, как раз мы услышим то самое непопулярное мнение. А у нас последний администратор группы Child 3 по-русски Виктория Башкирова. Виктория, приветствую. Здравствуйте. Как вы считаете, должны ли российские родители получить еще по 10-15 рублей в августе? А я считаю, что все, все население этой страны должно получить хотя бы что-то вообще вот на протяжении всей этой пандемии. Потому что работу потеряли также безработные. То есть не безработные, а бездетные. Потеряли работу очень многие люди. И как бы государство должно поддерживать их всех, а не только тех, которые с детьми. Да, но смотрите, если человек потерял работу и он без детей, ему немного проще все-таки, согласитесь. Ну как проще? Ну как проще? Работы сейчас нет. Работы как бы... С работой сейчас проблемы. Многие предприятия закрылись. То есть не проще. Ему, конечно, не надо отвечать там за всех остальных. То есть он, конечно, один, но все-таки он в безвыходном положении точно так же находится. Ему не на что есть, потому что ему нечем платить счета, потому что у него нет работы. Виктория, ну то есть основной аргумент то, что это несправедливо, да, по отношению к другим гражданам, к гражданам, пострадавшим во время пандемии. Ну потому что многие тоже сторонники на ваше выжимнение говорят о том, что такие выплаты, кто-то называет это вертолетами на экране, кто-то называет это вот такими единовременными выплатами, подачками, которых реально ни на что существенно не хватает, и люди тратят их действительно в никуда. Ну такой порочной практикой. Вот в целом про такие выплаты, что вы думаете? Понимаете, я ничего не, я как бы про выплаты ничего не думаю. Надо им пускай, но как бы поддерживать только одну катего, то есть какой-то определенный слой народа, это неправильно. Надо, если поддерживать, и надо поддерживать всех. Потому что сейчас у всех проблемы. Сейчас пандемия, сейчас у всех проблемы, абсолютно у всех. Извините, Виктория, если поддерживать всех, кто тогда что, и богатых тоже, им-то 10 тысяч. Нет, ну про богатых я не говорю. Им действительно эти 10 тысяч, это так, на укус. А вот я говорю про все остальное население, понимаете? Остальное население, это не богатое, оно живет на зарплату. Я говорю про тех, которые живет на... Да? Да. Я слышу. Является ли вообще, в принципе, финансовый вопрос, и вопрос о том, сколько нужно тратить на детей, когда они появляются, ну вот один из ключевых в философии Чайл-3 движения. Ой, слава богу, мне не надо об этом задумываться вообще никак, потому что я их не собираюсь заводить, и как бы думать об этом должны те люди, которые собираются их заводить. А почему вы все-таки не собираетесь заводить детей? А я не хочу. А я не хочу. Да, я просто не хочу. Какие-то аргументы все равно были когда-то? Ну нет, никаких аргументов, я просто не... Это вот самый основной аргумент, который только может быть. Не хочу. Все. Остальные побочные все аргументы. Даже ради материнского капитала. Ну какой там материнский капитал, господи. Не смешите меня. Нет, это мало. Это мало как бы. На ребенка уходит больше. Ну а вообще вот эта финансовая помощь, как вы думаете, она как-то стимулирует людей рожать или это все ерунда? Кого-то стимулирует какого-нибудь, я не знаю. Ну, в общем, я не буду говорить конкретно. Может быть, кого-то стимулирует, да. Но что потом с этими детьми будет, я не знаю. Потому что работы нет, ничего нет. В общем, я даже не знаю. Что говорить на эту тему. Спасибо вам. Да, спасибо, что вы делились. Популярная позиция. Имеет право на существование. Виктория Валентин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok